Будь то на обследование или на лечение, почти все пациенты с районов и деревень, которым нужно в онкологический диспансер, приезжают сначала на вокзал. Добраться отсюда до больницы можно на троллейбусе на единице. Давайте же проверим, насколько удобен этот маршрут. Можно доехать и на такси. Быстро и с комфортом. Правда, такое удовольствие не всем по карману, а сельским жителям и подавно. Троллейбус – другое дело, пусть и стоя, но зато не так дорого. Итак, наша остановка, но так как прямо до онкологического диспансера ни одна маршрутка не едет, дальше придется идти пешком. Расстояние от остановки до диспансера немаленькое – целых полкилометра. В мороз с сумками и с тростью для некоторых дорога в больницу – настоящая пытка. Учитывая, что пациенты онкологического диспансера – это люди в основном пожилого возраста, у которых есть подозрения на серьезное заболевание или уже тяжело больны, добраться до больницы пешком очень непросто. Что тут говорить, тяжело даже здоровым. И, кстати, очень холодно. Эти бесконечные 500 метров для Татьяны Владимировны из Краснокаменска всегда заканчиваются болью в ногах и сильной одышкой. А лишних денег на такси попросту нет. Только троллейбусы. Троллейбусы, говорят, тоже только по Новолюбору, до Новолюбору идут. Я первый раз, когда сюда поехала, на такси, конечно, пришлось ехать. А так каждый раз, если ездить, я в году два-три раза езжу. Тяжеловато. Сейчас приду, отдыхать буду, где-нибудь присяду. А вот Павел Алексеевич Просянников из Улётовского района о проблеме отсутствия прямого маршрута знает не понаслышке. Я уже тут с октября месяца и постоянно езжу только на такси. Никакой маршрутки нет. Очень тяжело приходится добираться. Особенно приезжим добираться с вокзала. Это целая проблема. И обратно добраться до вокзала. А на такси это очень дорого? Бьет по карману? Ну, конечно, они некоторые 300 рублей даже просят от вокзала доехать сюда. Куда же столько? Когда красная цена, пусть, наверное, до 150 или 100 рублей даже. Скажите, а до вокзала сколько отсюда берете? А вам зачем это знать? Ну, интересно, добраться хотим. Ну, 150 и вы там. Да? Да. И с вокзала до онкологического также, да? Для тяжелых больных-то, я думаю, что, конечно, надо 42 маршрут, чтобы до места подъехать. Запуска общественного транспорта до онкологического диспансера пациенты ждут больше 10 лет. И все эти годы в администрации Читы дают один и тот же ответ. Расстояние от троллейбусной остановки до диспансера составляет 500 метров, а это соответствует всем нормативам. Пару лет назад депутаты городской думы, кажется, нашли решение проблемы. Объявили конкурс для перевозчиков и заверили, в июле, наконец-то, запустят маршрутки. В июле 2017-го. На сегодняшний день это уже к финишу подходит этот наш вопрос. То есть на сегодняшний день уже разработан 42-й маршрут, который будет заезжать в онкологический диспансер, затем по улице Нечаева, на Бутина и дальше продолжать свое движение. И на обратном пути точно так же. То есть наши пациенты, которые приезжают на железнодорожный вокзал, основная масса, они могут добираться на 42-м маршруте. На дворе 2019-й, а ВОЗ и ныне там. Неужели народные избранники вновь забыли о тяжелобольных пациентах? Нам удалось узнать ответ в городской администрации. У нас маршруту все готово, и перевозчик готов, и не нужно никого другого. 42-й маршрут будет работать после утверждения реестра. Ну, понимаете, они не хотят нарушать федеральный закон. Мы же уже изменили маршрут, утвердили все. Еще раз повторяю, это уже в реестре записано. Единственное, его должны подписать. А вот запустят ли маршрут на деле, узнаем совсем скоро. Гулял Хасова, Алексей Островский, ЗАПТ-ТВ.